ребят всем привет приветствую вас на нашем канале сегодня будет видео по просьбе нашего подписчика подписчик попросил снять подробное видео как бороться со шлаком когда варишь это конечно в основном происходит когда в нижнем положении сварка происходит у начинающих сварщиков затекает шов шлаком да вот когда шлак обливаешь появляются такие кратеры непровары не сплавление все эти вот дела вот сегодня он попытаюсь подробнее как насколько я смогу ребята вам это все объяснить чтобы вы смогли максимально эффективно с этим бороться я когда начинал у меня была та же самая проблема ребят все через это проходит ничего здесь страшного нет это вполне себе нормальная ситуация так что тут бояться ничего не надо со временем это все проходит вот давайте ребятки сейчас переключимся сюда и продолжим ребят смотрите я вам сейчас немножко расскажу да потом я ну мы настроим сварочку я вам прям во время сварки покажу все эти дела во первых я уже в одном видео говорил что очень важно очень важно научиться отличать металл от шлака когда вы научитесь отличать металл от шлака вам будет очень легко варить и тогда процесс обучения сварочному ремеслу происходит гораздо быстрее я помню сам когда был начинающий особенно когда я учился варить вертикал да вот вертикал варишь металл он менее текучий чем шлак шлак он моментально течет и вот я варю вертикал да смотрю потекло и мне казалось что это течет металл я поднимаю маску отбиваю шлак смотрю металл на месте ничего не потекло я опять опять у меня течет опять поднимаю маску отбиваю смотрю металл на месте знаете вот я тогда тоже не умел отличать металл от шлака вот шлак течет мне кажется это металл потек все у меня паника шлак он более текучий чем металл И смотрите, шлак он всегда темный, в отличие от металла. Металл всегда светлый, он ярко-ярко желтого цвета. Ребят, я сейчас сделаю дополнение к видео, которое у нас уже снято, лежит, готовится к публикации. Я его еще не публиковал, но мне уже стали писать ребята в комментариях, что я там в одном видео говорил, что как отличить металл от шлака. На эту тему я говорил, и я утверждаю, что металл, когда в процессе сварки, всегда светлый, а шлак всегда темный. Мне стали писать в комментариях, что все наоборот, металл темный, а шлак светлый. Ну не знаю, я уже 31 год работаю сварным, я впервые такое утверждение слышу. Поэтому вот я сейчас взял электрод с основным покрытием, потому что с рутиловым покрытием, там весь шоу находится в процессе сварки под шлаком, с основным покрытием металл видно хорошо. И сейчас мы поварим, вы сами, ребят, посмотрите, и мы как бы придем к общему мнению, что на самом деле светлее, металл или шлак. Давайте, ребят, сейчас мы настроимся и посмотрим. Так, ребят, давайте варим. Сейчас немножко шовчик поднабьется. Вот, ребята, мне кажется, это очевидно. Вот я показываю, вот прям рядом с электродом, вот это металл светлый, а шлак он, вот он, темный. Мне кажется, это очевидно. Или я дальтоник, ребята, или не знаю, может вы там какие-то не те маски одеваете, когда варите. Ну вот металл, вот он светлый, вот он шлак, вот он весь темный. Все прекрасно видно, как белым днем. Ну все, я думаю, достаточно. Ребят, вот мы поварили, вот мне под маска была, ну просто как белым днем. Видно, что металл, ну намного светлее, чем шлак. Шлак он черного цвета, черный. А металл светленький такой, как солнышко. Когда на солнышко смотришь через затемненное окошко. Вот такого же цвета и металл. Вот, надеюсь, вам тоже это будет видно. Я еще на большом экране дома приеду, посмотрю. Ну у нас фильтр довольно-таки нормальный. Я думаю, вам тоже это все будет хорошо видно. Поэтому, ребятки, пишите обязательно в комментариях, что вы обо всем этом думаете. Я продолжаю утверждать, что металл светлее, чем шлак. Шлак всегда темный, металл всегда светлый. Как бы, чтобы мы не ругались, давайте придем к общему мнению. Вот, и металл, ребята, находится всегда. Вот, допустим, смотрите. Вот вы электрод зажгли и ведете, да? Металл, ребят, будет находиться, вы его будете хорошо видеть. Прямо под электродом, вот в этой части. Вот здесь у вас будет металл, да? Он будет ярко-желтого цвета. А шлак, шлак, будет вот здесь. Вот так окружать наш металл. Он будет кипеть, там шипеть. Вот на шлак внимания обращать не надо. Нам надо следить за металлом. Чтобы металл у нас укладывался в елочку, и процесс шел идеально ровно. Понимаете? Почему металл затекает, то есть не металл, почему шов, когда мы варим шов, да, в нижнем положении обычно это происходит. Почему он у нас затекает шлаком? Первая причина, почему это происходит, потому что либо мы сильно медленно ведем электрод, медленно, да? Когда надо вести быстрее, мы ведем его медленно. И шлак тогда начинает обгонять металл. То есть вот мы вложим шов, да, вот электродик ведем, 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 вот здесь у нас шлак кипит, кипит. Мы его задерживаем сильно долго, и шлак уже начинает вперед электрода течь. И тогда вот в этой горе шлака приходится варить, там уже ничего не понятно, не видно металла, он весь под шлаком. Это, конечно, не очень хорошо. И еще одна есть причина, ребята. Нестабильно, ребята, держим дугу. Нестабильно. Когда варим в нижнем положении, надо держать короткую дугу, ни в коем случае ее не увеличивать. То есть вот смотрите, вот, к примеру, да, у вас шов, я, ну, в горизонтальном положении, вот это, к примеру, лист металла, да, вот вы варите отсюда. Здесь начали и варите. И у вас начинает формироваться шов. Шов начинает выпирать, то есть он становится выше, чем металл. Вот вы варите, вот здесь у вас шлак, да, шлак покрывает весь ваш шов. Вот вы ведете, 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 ведете. А электрод, ребята, вы держите на короткой дуге. И вот у вас шлак идет вслед за вашей сваркой, да. Вот вы ведете, у вас формируется шовчик, шлак следом, шлак следом. И как только вы, ребята, чуть-чуть приподнимаете электрод, чуть-чуть приподнимаете, да, увеличиваете дугу, там, рука дернулась или что-то произошло, шлак, он сразу как с горочки вот сюда, раз, проливается. И уже он получается впереди электрода, шлак. И у вас все затекает шлаком, понимаете, вот такая гора шлака получается. И это, конечно, не есть хорошо. То есть, суть в чем, суть в чем. Когда вы зажгли электрод, вам надо научиться, чтобы у вас постоянно была короткая дуга. Вот вы взяли миллиметр от металла, держите, да, электрод. И вот его и так надо вести. Нельзя его поднимать от металла выше. Он всегда у вас должен, то есть вы самим электродом держите шлак, чтобы он у вас не затекал вперед электрода, понимаете. Вот как бы вот такая вот наука. Ну, давайте сейчас зажгем электродик, ребят, я вам постараюсь показать все это подробно на деле. Так, ребят, ну все, мы варим. Смотрите внимательно. Вот, ребят, смотрите. Вот это все, вот это все, вот это шлак. Вот он темный. А металл, видите, металл, видите, он светлый, он прямо под электродом. И вот я держу всегда короткую дугу. И я ему не даю этому шлаку затекать быстрее, ну, вперед электрода. Вот это все шлак. А металл, он светлый, обратите внимание, он прямо под электродом. И вот именно за металлом и надо следить, когда мы варим. Так, ребят, вот сейчас, смотрите, я вам покажу, как в угловом шве. Когда варим угловой шов, он гораздо сильнее затекает шлаком. Смотрите. Я вот специально поставил маленький ток. Видите, вот у меня шлак уже вперед электрода потек. Вот это все кипит, вот это все шлак, ребят. Это все шлак. А металл, он прямо под электродом. Вот видите, начинает затекать. Я иногда делаю вот такими движениями, ребят, прямо электродом. Вот видите, я его, как бы, электродом убрал шлак и варю дальше. Вот смотрите, видите, опять у меня начинает затекать. Опять я вот электродиком варим дальше. Вот опять начинает затекать шлаком. Опять его электродиком. Ребят, вот смотрите, вот видите, вот это первый шов, который я варил. Ну вот когда вот в таком положении варишь, это довольно просто, чтобы шлаком не затекло. Вот когда угловой шов варишь, особенно рутиловым электродом, когда с постоянным, с основным покрытием электрод, это проще. Он менее подвержен вот такому шлакованию. Основным покрытием легче варить. Там и металл лучше видно. А когда с рутиловым покрытием электрод, вот угловые швы очень тяжело варятся. Я вот, если у меня есть возможность, я всегда поставлю, ребят, вертикал и заварю проще вертикалом. Тогда у меня шлак весь стекает вниз, металл отлично видно, легко варится. А в таком положении сложно. Ну вот видите, какие я движения делал. Я электродом шлак отгонял. Видите, вот он у меня. Вот он у меня шлак, который я выгонял оттуда, из сварочной ванны. Но других вариантов нет. Либо еще можно поставить побольше ток. Я специально поставил маленький ток, чтобы у меня больше затекало шлаком, чтобы вам показать, как это делается. Но я вам сразу скажу, ребят, если есть возможность, лучше заварить вертикалом. Либо не вертикалом, а вот так, небольшой наклончик дать. И тогда шлак будет сам стекать, а металл будет накладываться ровно и идеально. Вот такие вот, ребятки, как бы дела у нас. Ребят, ну вот как бы я вам рассказал, постарался показать наглядно, как бороться со шлаком. Не знаю, может я что-то непонятное или как-то не так объяснил, ребят. Вы уж на меня зла там не держите сильно. Вот как мог, так и постарался для вас, чтобы вам было более это все понятно. Вот, если непонятно, пишите, я сниму для вас еще одно видео, если непонятно. Может какие-то там нюансы вам конкретно надо показать, более точно, более определенно. Пишите, не стесняйтесь. Мы снимем еще одно или два или три видео, сколько надо, чтобы вам все это, ну, до вас дошло, как бы максимально легко. Это информация. Вот. Ну, мне кажется, я довольно доступно объяснил, в общем, как мог, ребятки. В общем, ребятки, давайте надолго опять мы не прощаемся. Скоро мы будем снимать еще много видео. Много подписчики меня просили снять. Уже тем мне накидали. Я, когда канал запускал, я прям сидел и дома, и пыхтел. У меня голова дымилась. Думаю, на какую же тему лучше снять, чтобы это было более интересно. Сейчас я уже, ребят, не думаю. Вы сами мне пишите, о чем снимать видео. У меня уже целый список ваших просьб, о чем снимать видео. Поэтому у меня уже все расписано. График съемок у нас уже есть. Так что, ребятки, надолго не прощаемся. Обязательно подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. И, ребятки, до встречи в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok